В общем, вы поняли, да? Внешность у нас уродливая, и пример ставит шейх Ибн Баз, шейх Абдул-Азиз Али-Шейх Сулейман Абудауд, так как у всех у них есть проблемы с глазами. Он считает, что они уродливые, по мнению Адама Ильясова, и говорит, что Аллах не дал нам красоты, красивого внешнего вида, не дал нам ваххабитам. И Иудов, это, кстати, отсылка к тебе. Ты как-то вошел ко мне в чат и начал махать шашкой, говоря, что на матерей не посягай, на женщин ты говорил. Вот твой представитель, твоего этого куфрията, этот Адам Ильясов, посягает не то, что на наших жен или наших матерей, он посягает на праматерей, праотцов и праматерей Хасана Халитова. Но ведь это про мать, седьмая мать Хасана, она ведь наверняка является родственницей многим сегодня живущим, даже представителем вашего утира Ахмада Кадырова. Заместитель Кадыровского муфтия Адам Ильясов, зовут этого человека, ему, в общем, была такая предыстория, ему позвонил Хасан Халитов, задал ему вопрос по поводу недавних высказываний Адама Ильясова. А я напомню, что Адам Ильясов в недавнем прошлом, когда он еще был имамом мечети на рынке Беркат, он очень серьезно критиковал тех мужчин, которые танцуют, а тех мужчин, которые поют, он вообще называл их не мужчинами, не женщинами, каким-то ничтожеством. И, разумеется, это является критикой самого Кадырова, потому что Кадырова у нас и танцует, и поет, как мы знаем. И вот Хасан задал ему вопрос, ты вот говорил про то, что петь нельзя, можешь сказать, все-таки можно петь или нет? И тут у Адама Ильясова случился какой-то шок, он сказал, зачем ты задаешь мне эти вопросы, и начал, в общем, проклял Хасана Халитова. И эта история получила продолжение, он прислал голосовые сообщения Хасану Халитову, и это длинная, в общем, минут 10 где-то голосовая запись. Я полную версию выложил у себя в Телеграм-канале, ссылка будет в описании, переходите и послушайте полную версию, там есть русские субтитры, те, кто не понимает чеченский язык. Послушайте и насладитесь этой высоконравственной речью работника, высокопоставленного работника духовного управления мусульман Кадыровской Чечни. Насладитесь, и когда вы будете слушать эту речь, постоянно возвращайте себя к мысли, что вы слушаете заместителя Кадыровского муфтия, работника, высокопоставленного работника духовного управления мусульман. Вам придется постоянно себя возвращать к этой мысли, потому что в какой-то момент вы потеряете эту связь, вы решите, что вы слушаете представителя какой-то шпаны, так как будет очень много мата, оскорблений. А я хочу, чтобы мы с вами послушали некоторые его высказывания, и я бы хотел их прокомментировать. Итак, первое это то, что говорит Адам Ильясов про родных братьев Хасана Халитова. Если бы братья, родные братья Хасана Халитова были бы мужчинами, говорит Адам Ильясов, то они не снимали бы эти обращения к нему, которые, кстати, их заставляют снимать. Они бы не снимали эти обращения, они просто одно обращение сняли бы, сказали бы, извинились бы перед падишахом, перед народом, сказали бы, вот у нас один из представителей нашей семьи, он вот так вот себя ведет. Мы перед вами, типа, опозорены, мы сейчас выходим для того, чтобы этот вопрос решить, и пристрелили бы, говорит Хасана, не возвращались бы, говорит, обратно домой, пока не пристрелили бы Хасана Халитова. Адам, я допустим, допустим, что мы просто согласимся с твоими доводами, я хочу просто вернуть их к тебе же. Что мешает это сделать тебе, если братья, родные братья Хасана Халитова, как ты говоришь, у них вот не хватает мужества сделать это, почему бы это не сделать тебе? Поскольку ты у нас парень очень мужественный, судя по твоим речам, возьми, запиши вот этот ролик, обратись к своему падишаху, скажи, я тебе даю слово, что я вот сейчас выхожу из своего дома, и я не вернусь в этот дом, пока я вот не положу, значит, конец этой критике Хасана Халитова. После этого ты просто покупаешь билет, Истамбул грозный, прямые рейсы есть, если у тебя есть какие-то проблемы с покупкой билетов, напиши на блог обратной связи, чем можем тебе поможем, у меня есть некоторые скидки в авиакомпании. Так вот, полети туда, Хасан Халитов находится в Турции, в Стамбуле, он всех вас туда приглашает, тех желающих, говорит, приезжайте, спросите с меня, поговорите со мной, давайте устроим какую-то пресс-конференцию, он предлагает в рамках цивилизованного мира, он хочет выслушать ваши претензии. Так вот, поезжай, найди его, точку доступа, если надо, он тебе, точнее, свою геолокацию, он может скинуть тебя напрямую, если нет, можешь у министра печати информации, массовым коммуникациям, у этого Ахмеда Дудаева можешь взять. Возьми эту информацию и сделай то, к чему ты призываешь братьев Халитова, за что ты осуждаешь, за то, что они это не сделали, сделай это ты. И вот тогда твоему примеру, возможно, последуют и братья Халитова, и многие другие люди воодушевлятся твоим примером, твоим мужеством и сделают то же самое. Также я хочу обратить внимание на высказывания Адама Ильясова в отношении ваххабитов и их внешней красоты. Давайте послушаем. Здесь он говорит про уважаемых ученых в мусульманском мире, в суннитском мире. Это бывший муфтий Саудовской Аравии, шейх Ибн Баз, допомил его Всевышний Аллах. И про нынешнего муфтия Саудовской Аравии, захоронить его Всевышний Аллах, Абдул-Азиза Али-Шейх. Ибн Баз, его уже нет, он мертв, Али-Шейх, он все еще есть, занимает эту должность. Они оба слепые. Ибн Баз был слепой, и Шейх Абдул-Азиз Али-Шейх, он тоже слепой. Начал он эту тему вообще с критики чеченца, студента исламских вузов, который проживает сейчас в Турции. Его зовут Сулейман Абудауд. Он когда-то тоже был работником муфтията. Входил в эту, был имамом одной из мечетей, входил в структуру муфтията. Хотя называть его муфтиятом неправильно, это скорее правильное название, это куфрият. Так вот, у Шейха, точнее у Сулеймана Абудауда, у него тоже проблема с глазом. И здесь, обращая внимание на то, что у него нет одного глаза, он говорит, вы ваххабиты, вам Аллах даже внешнюю красоту не дал, сделал вас уродливыми. И также он говорит, обращая здесь внимание на наши голоса. Вы должны понимать, что под ваххабитами он имеет в виду вообще всех нас, и ученых из Саудовской Аравии, и простых блогеров, типа меня, Хасана Халитова, вообще всех нас он называет ваххабитами. И теперь послушайте, что он говорит про наши голоса. В общем, вы поняли, да? Внешность у нас уродливая, и пример ставит шейх Ибн Баз, шейх Абдул-Азиз Али-Шейх Сулеймана Абудауда, так как у всех у них есть проблемы с глазами. Он считает, что они уродливые, по мнению Адама Ильясова. И говорит, что Аллах не дал нам красоты, красивого внешнего вида, не дал нам ваххабитам. Также опираясь на мой голос, на голос Хасана Халитова, на голос того же Сулеймана Абудауда, он говорит, что и голоса у нас какие-то не такие, они плохие, по мнению Адама Ильясова. Я хочу тебе сказать, Адам, голоса и внешний вид, это действительно то, что даруется Всевышним Аллахом. И на твой взгляд, может быть, у нас действительно плохая, но некрасивая внешность, и у нас какие-то не такие голоса. Давай предположим, что мы с тобой согласимся и скажем, что у тебя просто идеально красивая внешность, и у тебя просто мощный голос. Вот одарил тебя, скажем, Всевышний и внешностью, и голосом. Но есть кое-что, чем не одарил вас представителей кадыровского куфрията, вас Всевышний Аллах, то, чем вас он не наделил, но наделил нас, нас, ваххабитов, как ты нас называешь, это смелость, смелость говорить правду. Вот этим он нас не наделил. Да, ты можешь завтра отправиться на какой-нибудь конкурс красоты мужской, и, может быть, ты его выиграешь. Потому что, на твой взгляд, ты очень красивый парень, и, может быть, действительно там в жюри будут сидеть ребята, которым очень понравится твоя внешность. И ты, может быть, возьмешь первое место, станешь таким, так сказать, мистер мира. Может быть, твой голос придется им всем по душе. Но вот смелости у тебя нет, вот ее ты не сможешь себе развить. Ни ты, и никто из представителей вашего куфрията. Обрати внимание, ты не смог ответить на прямой вопрос Хасана Халитова. Ведь ты говорил, что тот, кто танцует, мужчина, который танцует, он не годен для свидетельства по шариату, говорил ты. А тот мужчина, который поет, он вообще не мужчина и не женщина. Это вот шариат его воспринимает как что-то такое среднее, говорил ты. И когда Хасан задал тебе этот прямой вопрос, он сказал, скажи, а можно ли мужчине петь? Вот что ты скажешь про тех, кто поет? У тебя не хватило смелости сказать, да, этого делать нельзя. Шариат их не воспринимает, это вот какие-то не мужчины и не женщины. У тебя нет смелости, чтобы вот так сказать? У тебя не хватило смелости даже, чтобы хотя бы подтвердить эти свои слова и сказать, я тогда был неправ. Да, я тогда это сказал, но я был неправ. На самом деле, те, кто поют, они, их можно, значит, брать в свидетели, точнее, те, кто танцует, их можно брать в свидетели, а те, кто поют, это вот они настоящие мужчины. У тебя ведь не хватило смелости это сказать? Ни у одного из представителей вашего куфриата нет смелости. Смелость это то, чем Всевышний Аллах вас не наделил, но наделил этой смелостью тех, кого ты называешь ваххабитами, кого ты так презираешь, чьими голосами ты так недоволен, чьей внешностью ты так недоволен. Все эти люди говорили или говорят правду, несмотря на все проблемы, которые вы же этим людям создаете. Ну и в заключении я хочу обратить внимание на то, что говорил Адам Ильясов про недавнего своего коллегу, про бывшего Кадия Ленинского района города Грозного, Резвана Чимаева. Резван Чимаев это человек, который сбежал, уехал из Чечни, уехал в Турцию и как ни в чем не бывало там, стал жить да поживать и добра наживать. Но когда наши отечественники, проживающие в Турции, узнали о том, что он приехал, что живет себе в Турции, с ним связался Хасан Халитов, позвонил ему и минут 10 они поговорили. Этот разговор Хасан выложил на своих ресурсах. Так вот, меня удивило то, что Адам Ильясов вообще преподнес всю эту картину. Давайте послушаем. Адам Ильясов. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Каким образом он стал вообще человеком, который можно нас увлекать? Я упустил вот этот вот момент. Пока этот Резван Чимаев был кадьем Ленинского района, он был вашим коллегой, вашим братом и вполне вас устраивал. Но как только у вас что-то там произошло, вы его, как ты утверждаешь, уволили, он говорит, что он уволился, не знаю, допустим, что вы его уволили, после этого он почему-то стал ваххабитом и стал приписываться к нам. Но при чем здесь мы? Для нас это как раз таки это ваш человек. И Хасан с ним связался именно из-за этого, так как он, поработав с вами, будучи причем чиновником в вашей системе, Акадий это чиновник, это не просто какой-то имам мечети, это человек, который контролирует этих имамов в своем районе. И отчитывается Акадию Грозного, это уже конкретно иерархия, это Чим. Он был вашим чиновником, работал и трудился на пути Ахмата Кадырова. Поэтому ты, дорогой Ильясов, нам этого человека не приписывай, он твой коллега. А вот что сказано было такое про его, про то, что он якобы педофил, вот это вот абсолютно меня не удивляет, так как это же ваш куфриатовский человек. Конечно, вы не удивите нас тем, что вы там являетесь педофилами, зоофилами и всевозможными филами. Конечно, вы сажаете людей на бутылки, друг к другу суете эти бутылки, через эти бутылки наверняка вы там беретесь на работу должности этих кадеев и так далее, замов, муфтиев. Наверняка через бутылки как-то у вас это происходит. Поэтому мы не удивлены. Я не знаю, действительно причастен ли этот Резван Чимаев к тому, в чем ты его обвиняешь. Но я знаю, что в целом эти, это описание и эти все извращения, они вам присущи. И ты не можешь от этого отрекаться, ты не можешь это отрицать. Ведь твой непосредственный руководитель, муфтий кадыровский Салах Межиев, он целиком и полностью оправдал изнасилование Салмана Тепсуркаева бутылкой. Он это не осудил, он не сказал, что так делать нельзя. Хотя и ты этого не сделал, ни ты, никто из представителей вашего куфрията не выступил с осуждением изнасилования человека бутылкой. Поэтому для вас это нормально. Любая вот эта филия, все что ты перед этим, все что угодно поставить, любая из этих филий, извращений, для вас это присуще. Поэтому ты нас этим абсолютно не удивил. Удивил ты меня лично лишь тем, что ты почему-то этого своего коллегу решил приписать к нам. Но нет, это твой коллега, Ильясов. И скоро он отправится, наверное, обратно к тебе. Там в Турции, как ты понимаешь, его никто не принял. Он думал, что он будет, как-то придет, там по-тихому осядет. Нет, так не бывает. Если человек публично вел какую-то деятельность против мусульман, против религии Аллаха, против нашей государственности, то если он раскаялся, у каждого есть, конечно, путь к раскаянию, но раскаяние тоже должно быть публичным. А если он этого публично делать не хочет, то и раскаяние его не принимается. Так что это твой коллега, и он остается таковым, пока он публично не выйдет против вас. И оставь его, пожалуйста, себе, не приписывай его нам. Очень много всего еще хотелось сказать, конечно, по этой теме. Да, кстати, хочу еще добавить по поводу того, что Аллах всем нам дал, но вы сами выбрали использование этого ниамата, этой милости Аллаха, против религии Аллаха, против мусульман. Это язык. Язык он всем нам дан, и вам, и нам. Аллах дал одинаковый язык. Но вот то, как мы его используем, это наш собственный выбор, Ильясов. Так вот, мы, ваххабиты, как ты нас называешь, и тот же шейх Ибн Базы, шейх Абдул-Азиз Али-Шейх, и тот же Сулейман Абу-Дауд, и я, и Хасан Халитов, и вот все те, кого ты обобщаешь, называя нас ваххабитами, мы используем этот язык исключительно для опровержения лжи, для выхода против несправедливости. И делаем это красиво, мы не материмся, мы не ругаемся, мы не посягаем на честь матерей, там, про матерей и так далее. Мы как-то воспитанно пользуемся своим языком. А посмотрите на то, как используете язык вы, представители этого куфриата. Исключительно для вылизывания, прежде всего, да, вы, конечно, его, в этом плане вы виртуозно его используете, вы лижете своими языками этого наместника, поставленного вам Путиным, вы лижете его, всю его семью, всех представителей его дома, и вы также используете свои языки для оскорбления, оскорбления, для скверных высказываний, мата. Вот это и есть ваш пресловутый путь Ахмада Кадырова. Даже те, хотя бы вот эти лицемерные ваши мулы, которые должны были следить за своим языком, не с точки зрения, что вы боитесь Аллаха, понятно, что вы его не боитесь, вы уже отчаялись в том, что Аллах вас простит, что вас ждет какая-то милость от Аллаха, что вы сможете рассчитывать на рай, и вы уже отчаялись, понятно. Поэтому не с точки зрения страха перед Аллахом, а с точки зрения своего лицемерия, чтобы обманывать таким образом мусульман, представляясь перед ними какими-то благочестивыми, хорошими людьми, мулами, вы должны были хотя бы вот так вот лживо контролировать свои языки и не высказывать всего вот этого скверного, не посягать на честь матерей, не ругаться как сапожники. Но даже вы не можете контролировать свои языки. Даже если даже заместитель муфтия не может разговаривать без мата, без употребления вот этой нецензурной брани, то что говорить о остальных представителях вашего куфрията? И, Иудов, это, кстати, отсылка к тебе. Ты как-то вошел ко мне в чат и начал махать там шашкой, говоря, что там на матерей не посягай, на женщин ты говорил. Вот твой представитель твоего этого куфрията, этот Адам Ильясов, посягает не то, что на наших жен или наших матерей, он посягает на праматерей, про отцов и проматерей Хасана Халитова. Но ведь это прамать, там, седьмая, да, мать Хасана. Она ведь наверняка является родственницей многим сегодня живущим, даже представителем вашего пути Ахмада Кадырова. Может быть, даже твоей непосредственной родственницей была, Иудов, тоже не исключено. Повлияй, пожалуйста, на этого заместителя муфтия. Проведи с ним профилактическую беседу. Субтитры создавал DimaTorzok